Георгий Данелли родился в Тбилиси. Мать-режиссер, отец-инженер. Через год после рождения сына семья переезжает в Москву. В 1955 году Георгий Данелли оканчивает Московский архитектурный институт, но по профессии работает недолго. Поступает на высшие режиссерские курсы и уже в начале 60-х дебютирует с фильмом «Сережа». Вот тебе конфетка. Спасибо. Дядя Петя, ты дурак? Лента «Я шагаю по Москве». Первая главная роль Никиты Михалкова. Проездом на родину погибшего товарища молодой монтажник из далекой тайги на один день заезжает в Москву, чтобы встретиться с редактором журнала «Юность», в котором он напечатал свой первый рассказ. Лирическая киноповесть о молодежи начала 60-х стала культурным событием эпохи оттепели. Была у меня любовь. Любимая была у меня женщина. Я ногу вывихнул, месяц не работал, она замуж вышла за другого. О, сюжет! В его фильмах соседствуют юмор и серьезная тема. «Гони рубль, родственник, Афоня мне рубль должен». Фразы из любимой народной комедии Афоня уже давно разобрали на цитаты. Добрый, смешной, а порой страшный фильм о целом потерянном поколении. Это энергичный танец. Одна девушку я встретил, и только в 18 лет, а мне уж 23-й. Не горюй, мими, но острополитическая сатира «Киндзадза» «Осенний марафон». Георгий Данеллия снял больше десятка фильмов. Его ленты популярны до сих пор среди зрителей разных поколений. Ларису Ивановну хочу. Родственник, ты мне рубль должен. Два раза ку. Красные штаны. Самый такой суровый, который я не сразу понял, это «Киндзадза» все-таки. Он мне не сразу понравился, честное слово. А потом уже по прошествии лет 10 где-то, тогда я понял, какой в нем смысл скрыт. Глубина вообще потрясающая. Но это серьезный фильм. Хотя с виду он юмор просто, юмористический фильм. Очень много фильмов интересных. И «Киндзадза», и «Осенний марафон», и «Мимино», естественно, я шагаю по Москве. И песни эти поются все время, я шагаю по Москве всегда. Так что, конечно, все его знают. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать, и чекланин ку делать, и целоп меня не имеет права бить по ночам. О том, что нужно держаться своих корней, о месте и проблемах простого человека в современной жизни, Данеллия рассказывал с неповторимым юмором. Впрочем, юмор в его фильмах всегда соседствует с грустью. А именно в этом и заключается высший пилотаж настоящего мастера. Каковым по праву считается Георгий Николаевич Данеллия. Евгения Павлюкова, Максим Кузнецов. События. Брянск.